Огонь массовых протестов во Франции разгорается все сильнее. Почему выберли мамонты? Как отличить съедобные грибы от ядовитых? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Виктория Бояринцева. 30 июня в малом концертном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошел выпускной вечер слушателей подготовительного факультета для иностранных учащихся Казанского федерального университета. В начале торжественного вечера выпускники показали свои творческие номера, после чего началась волнующая часть праздника – вручение дипломов. Отметим, что ежегодно подготовительный факультет выпускает более 100 учеников, которые в дальнейшем могут поступить в любой вуз страны. Напряженная ситуация во Франции становится одной из главных тем обсуждения в мировых СМИ. Объяснение этому – массовые беспорядки, которые уже охватили многие крупные города страны. Что стало причиной общественного конфликта и почему его развитие продолжается и по сей день – смотрите далее в сюжете. Фейерверки, пожары, ночной хаос. Так выглядят последние несколько дней во Франции, начиная с 27 июня. В стране продолжаются массовые протесты из-за убийства полиции 17-летнего подростка. По данным французского телеканала BFMTV, на сегодняшний день число задержанных граждан в ходе шествия достигает более 660 человек, а общее количество протестующих составляет более 6 тысяч. Действительно, за период правления Макрона было несколько этапов выступления, акций протестов. Они сменяли друг друга. Сначала была мощная волна выступлений, связанная с пенсионной реформой. Пошли на определенные компромиссы в этом вопросе. Общественные беспорядки в городах начались после того, как стало известно об убийстве правоохранительными органами 17-летнего подростка алжирского происхождения Наэля, имя которого не сообщают полностью. В машине находилось несколько человек, двое из них несовершеннолетние, в том числе и убиты юноша. Сотрудники полицейского патруля планировали проверить соблюдение правил дорожного движения. Но после того, как юноша отказался подчиниться требованию полицейских и вовремя не остановил свою машину, он был задержан. В ответ на противоправное поведение задержанного один из сотрудников выстрелил в него, смертельно ранив грудь. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, что полицейский стрелял прямо в упор. Спустя несколько часов после убийства в Нантере, в одном из преградов Парижа, ситуация начала накаляться. Протесты стали набирать обороты, продвигаясь ближе к французской столице. Протесты, они, безусловно, на этом этапе будут возникать, будут, скорее всего, даже нарастать. И насколько эффективно окажется действие французской власти, французское правительство, пока эффективность очень низкая. По словам кандидата исторических наук Института международных отношений Казанского федерального университета Романа Пеньковцева, в основном волну протестующих составляют иммигранты, а именно выходцы из Северной Африки. Число участников конфликта растет в геометрической прогрессии. Министр внутренних дел Франции Жераль Дерманен констатирует, что протестующие не только цепляли участки органов полиции, но и нападали на здания городской администрации, строили баррикады, взрывали петарды и поджигали машины. Новая волна миграции, она сформировала новое поколение. Оно более активное, у них иные взгляды на то, какой должна быть политика Франции. И поэтому любая ситуация, когда действия французского правительства их не устраивает, оно превращается в активное выступление. В прокуратуре Франции сообщают, что сотрудник правоохранительных органов, задержавший подростка, помещен под стражу по статье «За умышленное убийство». Также говорят о том, что в период с 29 по 30 июня пострадали 249 полицейских. Тут два варианта развития событий, может быть. Первый вариант – это то, что Макрон примет те правила игры, которые диктуются обществом. В том числе молодежью. Если он эти правила примет, то на некоторое время он может остаться у власти. Если же Макрон на этом этапе пойдет в столкновение с интересами, то мы, скорее всего, будем видеть эскалацию напряженности внутреннюю во Францию, вспышки насилия по различным поводам. И, скорее всего, в этом смысле вряд ли можно говорить о том, что правительство Макрона будет долго находиться у власти. Президент Франции Эммануэль Макрон на кризисном собрании с парламентом выдвинул решение о том, что готов рассмотреть все варианты восстановления правопорядка в стране, представив законопроект «Изменение правоохранительной системы без табу». Из-за масштабов распространения протестных движений стоит вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения в тех регионах, где пламя разгорается сильнее всего. Также глава республики называет массовые беспорядки абсолютно неоправданными и призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. На данный момент мы не можем сделать длительных прогнозов. Вопрос о кризисном положении власти во Франции остается открытым. Виктория Бояринцева, Андрей Багаудинов, Универньюз. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни смотрел мультфильм «Ледниковый период», где одними из главных персонажей были прекрасные большие мамонты, которые с первого взгляда западали нам в сердце. Эти гиганты уже давно исчезли с нашей планеты, оставив о себе только яркие образы. Далее в сюжете узнаем о том, почему много тысяч лет назад исчезли эти прекрасные животные. Мамонты – одни из крупнейших млекопитающих животных, относящихся к отделу «Хабатные». Они исчезли с лица Земли порядка 10 тысяч лет назад. Установить вымирание последнего млекопитающего достаточно сложно, ведь их исчезновение на различных территориях происходило неравномерно. Погибая на одном континенте, они продолжали существовать на другом. Мамонты обитали на различных территориях нашей планеты в зависимости от классификации. Первоначально они проживали в Африке, далее появились в Европе. Их родственниками называют африканских слонов, которые имеют сходство по физиологическим признакам. Ученые установили, что первый вид этих млекопитающих – африканский мамонт. Именно он не имел шерстяного покрова. О мамонтах вообще-то мы знаем совершенно недавно. Все это начиналось у нас в России и связано все это с Ломоносовым. Ломоносов был первый, который, когда учился в Германии, он там увидел, значит, рыли глубокий карьер, и на глубине 7 метров вдруг нашли этого мамонта. Выяснилось, что наши северные народы, слово мамонт – это наше слово от наших северных народов. Продолжительность жизни этих мохнатых великанов составляла порядка 60-66 лет. Мамонты чуть крупнее слонов. Их масса достигала 14 тонн, а рост крупных млекопитающих был около 5 метров. Различие по половому признаку у этих животных проявлялось в их росте, так же, как и у слонов. Самцы были намного крупнее самок. Общей характерной особенностью гигантов был горб, который располагался на холке. Ученые определили, что этот холм состоял из жира и был жизненно необходим для питания животного в период голодания. При помощи хобота мамонты упрощали свою жизнь. Его расширение на кончике можно сравнить с лопатой, благодаря которой животные разгребали снег, облегчая тем самым продвижение. Питались эти животные жесткой пищей, что можно понять по структуре зубов. Интересно, что характерные бивни крупных млекопитающих весили 100 килограмм. Были стадные животные, значит, как они ходили, значит, обычно, так как у современных слонов, либо, значит, какая-то мамонтиха старая, либо, значит, самец какой-то, очень крупный. И все его семейство, вот они так, значит, ходили, и что своими бивнями такими расчищали вот этот вот самый снег до почвы там, и оттуда, значит, доставали эту пищу свою. Основной причиной погубившей лохматых великанов сегодня называют изменение климата, вызвавшее резкое сокращение пригодных для жизни мамонтов условий. Поскольку после окончания ледникового периода уровень моря повысился, мамонты оказались отрезаны от материка. Изоляция привела к уменьшению размеров мамонтов. Но карликовость оказалась не самым тяжелым последствием изоляции. Хотя сильные ветра и препятствовали смене открытых тундровых ландшафтов на лесные, небольшая площадь острова не могла поддержать достаточное количество пространства для крупных животных, и это привело к исчезновению вида. К сожалению, сегодня уже нельзя точно сказать, был ли мутационный кризис с решающим фактором в окончательном вымирании мамонтов. Некоторые исследователи полагают, что причиной краха популяции могли послужить некие катастрофические события или охота древних людей. Повлияло именно климатические условия и то, что не стало пищи. Ареалы очень сокращались. Я же сказал, уровень кяна поднимался, и вот эти только остались. Вот у острова Арангель, чего они на вершинках. Они же питались вот так, была тундра. Даже увидеть это млекопитающее можно на фото в интернете или же в музеях. Например, в Геологическом музее Казанского федерального университета представлена инсталляция животного в полный его рост. Отметим, что представленный мамонт – это подлинный исторический останок мохнатого великана. Адалина Абдрахманова, Андрей Буглудинов, Универньюс. Совсем скоро в Казани стартует грибной сезон. Сотни грибников выйдут в лес, чтобы открыть охоту на самых вкусных представителей фауны. Однако существует масса нюансов, которые могут омрачить отдых и перевести невнимательных граждан прямиком в больницу. О том, как отличить съедобные грибы от ядовитых, расскажем в следующем сюжете. С наступлением тепла любители грибов отправляются на природу. Однако большую опасность представляет не сам лес, а мицелиевые друзья, которые при несоблюдении правил безопасности могут спровоцировать тяжелейшее отравление или даже летальный исход. Изначально грибы – это скопление мицелия, которое имеет свои особенности роста. Благоприятным временем произрастание тяжело назвать какой-то конкретный период. На рост грибов влияют погодные условия и температура воздуха. Например, если период засушливый, то урожай будет меньше, ведь они очень любят влагу. То, что мы с вами видим и то, что собираем, это называются плодовые тела. Собственно, сам гриб – это огромный мицелий, который располагается под почвой. И вот чтобы плодовому телу созреть, конечно, требуется время. Для того, чтобы нарастить мицелий и вырастить плодовое тело, нужно, чтобы было тепло и влажно. То есть, чем более теплый и влажный год, тем больше вероятность того, что вот эти плодовые тела созреют, и мы их с вами увидим. Но четких таких вот, что только осенью или там какое-то другое время, такого нет, потому что есть грибы, которые уже успевают созревать плодовые тела весной. Например, сморчки и строчки их собирают. В нашей полосе существует три вида грибов – съедобные, условно съедобные и ядовитые. Несмотря на четкую классификацию, будучи неопытным грибником, невозможно на глаз определить, какие грибы можно собирать, а каким не стоит даже прикасаться. Если в случае мухомора или бледной поганки все более чем понятно, то к ложным грибам вопросы могут появиться у уже опытных грибников со стажем. Отправляться в лес стоит все же со знающим человеком, который покажет вам несъедобные экземпляры и научит их различать. Такой урок будет куда полезнее и эффективнее, чем поиск картинок в интернете или энциклопедии. Заодно попросите своего проводника показать вам наглядные примеры ядовитых грибов, чтобы в будущем не совершать губительных ошибок. На самом деле грибы их делят на категории съедобные, ядовитые и условно съедобные. То есть те, которые при употреблении в пищу не дадут вам никакого эффекта отравляющего, но и безвкусные, грубо говоря. И таких масс тоже. В народе существует множество способов проверки грибов на токсичность, но все они ненадежны и рассчитаны на выявление какого-то одного яда. Точная идентификация возможна только на основе характерных признаков, по которым можно безошибочно опознать смертельно опасные виды грибов. Например, присмотреться к строению шляп. У ядовитых грибов она пластинчатая, как у бледной поганки или мухомора. Посмотрите, есть ли на ножке кольцо воротничок. Оно расположено примерно посередине, немного ближе к шляпке. Если гриб с юбочкой, то не стоит к нему даже прикасаться. Внимательно осмотреть стоит и нижнюю часть гриба. У мухоморов и поганок всех разновидностей имеется утолщение яйцевидной формы снизу. Однако брать незнакомые грибы эксперты все же не рекомендуют. Универсальных признаков отличия съедобных от несъедобных грибов не существует. И, конечно, если вы задумывались о сборе грибов, вам все-таки нужно, чтобы вам показали, какие грибы съедобны, какие несъедобны. Те люди, которые знают это. И некоторые практикуют определение съедобных-несъедобных грибов по определителям. И я бы не советовала, если вы не специалист-ботаник, этим заниматься. Потому что последствия могут быть страшнее, чем удовольствие от их поедания. Несмотря на то, что в кругах грибников набирает популярность приложения для определения пригодности грибов в пищу, они скорее помогут тем, кто уже имеет опыт в их сборе. К тому же нередко такие приложения ошибаются из-за плохого качества фотографий. Полагаться стоит на себя и свой опыт, чтобы не стать жертвой ядовитого гриба. Елизавета Газизянова, Ленар Гезатулин, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета в 11 раз стал площадкой проведения международных стахеевских чтений. Участниками научного форума стали ученые-исследователи из разных уголков России и из-за рубежа, а также педагоги, искусствоведы и представители музейного сообщества. Основной тематикой стахеевских чтений по традиции стала история предпринимательства в России с точки зрения разных ее аспектов. В частности, в ходе пленарного заседания участники обсудили вклад российского купечества в развитие образования в регионах, а также зарождение традиций меценатства и благотворительности. В целом, такого рода научные мероприятия, они всегда важны для того, чтобы нам посмотреть, как проходило духовное образование, как формировались духовно-надостные ценности того времени, 19 века, 18 даже века. Сегодня мы затронули особенно 19-го, начало 20-го века на нашей конференции и выявили, что есть вещи, которые сегодня актуальны. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова